Я искренне приветствую всех, кто смотрит это видео и хочу немножко рассказать о своей лодке. Лодка фирмы Флагман. Флагман 380. Лодке исполнилось 7 лет. Она ветеран. За это время я прошел на ней 15 тысяч километров по рекам Индигирка, Яна, Амга, Вилюй, Лена, Колыма, Чара, Алёкума, Витим. В этом году я прошел два водохранилища, Колымское и Светлинское на Вилюве. Ходил на ней по крупным озерам, Тако на юге Якутии и Ожогино, Заполярье. Прошел на ней один из самых опасных водных маршрутов Якутии по рекам Мулам и Дюм, Алгама, Ганам, Учур. А в этом году второй раз прошел по Индигирке. Получилось, что в 2009 году Индигирка была первой рекой для моего нового флагмана. А в этом году лодка еще раз прошла тем же маршрутом. И круг как бы замкнулся. Вот этот символ и навел меня на мысль поговорить немного о моей лодке. Лодка одинаково хорошо себя вела и на крупных водоемах, в устьях арктических рек, где часто бывают сильнейшие ветра и волнения, и на маленьких речках с небольшими глубинами, когда приходилось буквально протаскивать груженую лодку по каменистому дну. Я использую свою лодку во время экспедиции с очень дальними маршрутами. Поэтому лодка всегда сильно груженная. 200 литров бензина, плюс 350 килограмм экспедиционного скарба, плюс пассажир. Вот обычная загрузка лодки в моих поездках. Приходилось еще и буксировать за собой вторую лодку. Так мы прошли тысячи километров по Индигирке в этом году. Мой флагман за эти годы пережил несколько подвесных моторов. Был у меня Джонсон в 3,5 силы, Ямаха в 5 сил. В этом году ходил на пятнашки Ниссан Марин. Храню лодку на полке на одном из бортов, в надутом состоянии, но без большого давления, просто чтобы не было складок. Никакого бронирования не делал, но за всю эксплуатацию поставил всего три заплатки в носовой части. Заклеил небольшие, буквально иголочные проколы, которые появились-то не на сплаве, а при транспортировке. Видимо где-то грузчики в аэропорту зацепили. Еще вот заклеил заплату на корме. Тут нет прокола, просто однажды неудачно отрегулировал мотор, и он терся приливом на сапоге, а лодку при каждом повороте румпеля. За поездку протер в этом месте ткань. Но не насквозь. Я вовремя спохватился, переставил мотор, а потом для надежности наложил заплатку. Вот и все боевые раны. Правда вот еще лопнула заглушка уключенной. Кнопка фиксатор на весле развалилась. Да лопасть весла отломилась. Считаю, что за 7 лет серьезной эксплуатации это пустяки. Лодкой я очень доволен. Как выяснилось, такая конструкция с надувным дном вполне универсальна и полностью меня устраивает. Форма лодки очень удачна. Не раз на крутой волне я мысленно хвалил лодку и ее создателей. Очень нравится, как сделан тент. При том, что под ним не приходится пригибаться, он не так уж сильно парусит. Я попадал в такие сильные ветра, где казалось, что лодку с тентом перевернет, сдует, либо просто вырвет тент и унесет ее к чертям. Но он с честью прошел все испытания. Материал очень крепкий, до сих пор нет повреждений. Все молнии, ткань и прозрачные окна все целехонько. Еще нравится защитный паел, который укладывается на дно лодки. Очень удобно за ним ухаживать. Вытащил, помыл и в лодке чисто. А если посмотреть, сколько на нем шрамов, то понятно, сколько раз он защитил дно лодки от проколов. С этим паелом я спокойно перевожу груз с острыми гранями. Печку, таган и прочее. Все же я хотел бы кое-что в лодке изменить. Во-первых, считаю удачной находкой некоторых производителей ставить клапана на внешней стороне борта. Часто бывает необходимо поправить давление. Например, утро холодное, надо подкачать. А днем выглянуло солнце и нагрело борта. Нужно строить. А лодка завалена грузом и до клапана не добраться. Второй момент. На сплаве по горным рекам нужно хорошо увязывать вещи. Для этого удобны кольца рымы по всему борту. Здесь только леер. Это неудобно. А в носу и его нет. Еще хорошо бы добавить такие кольца рымы по борту ниже отбойника. Очень удобно было бы увязывать целлофан, накрытый поверх вещей. Вода при захлестывании лодки на порогах беспрепятственно стекала бы за борт. А я вяжу его за леер и часть воды попадает под целлофан и в лодку. И третье. Еще хорошо бы доработать сумку-конверт. По углам лодка из нее выглядывает и ничем не защищена при транспортировке. Я пришил вот такие косынки из брезента, но результат не вполне устраивает. Все равно иногда часть лодки высовывается наружу. Но это в общем мелочи. А вот над усилением транса мне придется подумать. Я купил новый мотор Tahatsu 18. Хотя максимальная разрешенная мощность для лодки как раз 18 сил, но все же опасаюсь, ведь лодка не новая. Я в этот сезон ездил на пятнашке и транец довольно угрожающе прогибался. Страшно. По-моему, поможет накладка на транец дюралевого листа, но обязательно с ребром жесткости. Не помешают еще косынки из ПВХ ткани. Вот здесь. И вот здесь. Надеюсь, лодка еще послужит и будет таким же, как и прежде, надежным товарищем в сложных экспедициях.